До недавнего времени организации и предприниматели, работающие на ЕНВД, не могли просто так отказаться от этого спецрежима. Он был обязателен для всех, кто осуществлял вмененные виды деятельности. С 2013 года вмененка становится добровольным режимом. Налогоплательщики, единого налога на вмененный доход, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по единому налогу на вмененный доход, но не вставшие на учет в качестве плательщиков данного налога обязаны в срок до представления декларации за первый квартал 2013 года встать на учет в качестве плательщиков. Подтверждением о постановке на учет будет являться уведомление. Вмененщики могут не платить ЕНВД, если в январе они снялись с учета в качестве плательщиков этого налога и перешли на другой режим налогообложения. В середине года добровольно отказаться от ЕНВД нельзя, а всем, кто может и желает платить ЕНВД, следует поторопиться. Последние сроки постановки на учет варьируются с 15 до 20 апреля. В случае, если вы осуществляете деятельность по единому налогу, вы обязаны в течение пяти рабочих дней подать заявление о постановке на учет. В случае, если вы прекратили деятельность, сняться период подачи заявления также пять рабочих дней. Не подвергайте себя лишним денежным тратам, когда вы прекратили деятельность по единому налогу, но не подали заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД. Законопослушные налогоплательщики уже прочли в средствах массовой информации и интернете о новых законах и приняли меры. Основное количество посетителей, налогоплательщиков обращались сразу после Нового года, то есть как информация в СМИ прошла, то есть налогоплательщики сознательные все явились практически и подали нам заявление о постановке о снятии с учета ЕНВД. Основной поток предпринимателей, снимающихся с учета своей предпринимательской деятельности, был до Нового года, то есть все позаботились и снялись с учета как налогоплательщики. Тем, кто платил налоги по упрощенной системе и хочет в этой системе остаться, направлять в инспекцию уведомления не нужно. А вот те, кто не успеет зарегистрироваться в качестве плательщика ЕНВД, автоматически станут платить по общей системе налогообложения.